Урожай мы получили, мы недополучили в 2000 тонн в зернавском году. У нас засуха, зацепила нас самый эпицентр был. Мы сработали с минусом, убыток, потому что не получили в урожае. Приставы в сарай? Пусто. Спецназ на склад. Тут хоть шаром покати, должник снимает замок с ангара. Вот где все фермерское богатство. Семена хозяйства на 1500 гектар, 340 тонн. Ошибочка вышла. Эти горы золотые. Крупа стратегического назначения. Запасы для посева. Изымать их нельзя. Будет год, будет урожай, будет зерно. Будем сдавать, будем реализовывать. А долго я не отказываюсь, платить я собираюсь. Депутат умоляет, подождите до следующей осени. Приставы сжаливаются, но кредиторы непреклонны. Тоже хотелось бы, конечно, разрешить все в мирном русле, но если не получится, то, конечно... 35 семей, 35 человек обеспечивают работу в этой деревушке ни о чем. Я с вами полностью согласна. Ну, кончили его. Дальше. Дальше. Лучше, чтобы он перегрессировался, или вы пролонгируете что-то еще подождать. Подопись идет все скудное имущество. Три комбайна, два трактора, даже стулья и столы из кабинетов. Довольные спонсоры тут же делят конфискат. Оборудование предназначено для переработки зерна. И любое фермерское хозяйство, конечно, не обойдется без данного оборудования. Любой фермер готов будет демонтировать и приобрести такое оборудование. Говорят, давали кредит на технику. Депутат Тубольцев клялся, божился вернуть. Объяснял, хотел стать фермером, но из него получился знатный сказочник. Просто банки или кредитные организации, они перекредитовывать не будут, вы заметили. А им тем более не дадут. То есть, я почему подчеркиваю, что это будет массово, да? Им негде взять, им больше никто давать не будет, ни под штона. От былой роскоши не осталось ни копейки стада коров и 600 свиней. Горе-бизнесмен продал еще летом. Вырученные деньги раздал на зарплаты. Ну, не мы одни такие. Не такие холдинги разоряются. А мы маленькое предприятие. Ну, работать мы все равно будем. В деревне без работы нельзя. Под арест попал дом депутатов деревни и трехкомнатная квартира в пласте. Но и этого не хватит, чтобы рассчитаться с долгами. А может, есть еще имущество? Бедных депутатов, как правило, не бывает.